В начале я хотел бы поприветствовать всех тех, кто сегодня присутствует на этих учениях. И сегодня, на второй день этих учений, как я уже говорил вчера, мы будем разбирать краткую биографию ладыки Гампопы. И я думаю, что сегодня мы не сможем закончить всю биографию Гампопы, наверное, половину сегодня, половину завтра. Однако же у нас есть немного времени, поэтому я думаю, что нет разницы, как быстро мы будем разбирать эту биографию. И обычно в Тибете мы говорим, что если ты не знаешь истории своих предков, то ты не знаешь свои собственные истоки. Есть такая поговорка в Тибете. И следуя этой поговорке, нам необходимо знать историю происхождения своего учителя и его традиции. Если мы не знаем эту историю и происхождение традиции, то мы не знаем этой линии преемственности, а также тех, кто хранил эту линию преемственности, и тогда мы можем потерять свои истоки. Есть такая опасность. И поэтому очень важно знать историю происхождения своей собственной традиции. И точно так же, когда мы говорим об истории, в общем, история подобна огромному зеркалу, в котором отражается своё собственное отражение, и мы можем видеть это отражение. И опираясь на это видение, мы можем найти для себя примеры, для которых необходимо следовать. И, например, если мы возьмём биографию Гампопы, он указывает нам, каким образом мы должны практиковать учения Будды, каким образом нам необходимо следовать во зрении Будды, как необходимо воплощать на практике в течение всей своей жизни учения Будды, Дхарму. И таким образом он является собой пример, которому нам необходимо следовать своей биографии, своим житиям. И поэтому в тибетской истории, когда мы говорим о истории, мы говорим не истории, а говорим намтар, то есть история освобождения. То есть таким образом это напрямую указывает на то, каким образом святые учителя достигали полного освобождения. И поэтому здесь повествуется не только о тех действиях, которые они совершали, а также о совершенно сокровенных действиях и переживаниях, которые они испытали во время своей жизни. И поэтому мы, будучи их последователями, должны знать историю своей линии преемственности, для того, чтобы зародить в себе особую храбрость. И это очень важно, это крайне важно. И вообще существует несколько биографий Джи Гампопы, Владыки Гампопы. Есть около 40 таких биографий. И одной из самых главных является биография, которая была написана его непосредственным учеником. Если мы возьмём её за основу, я думаю, что мы можем опираться на неё, и она заслуживает доверия. Из всех биографий, которые были написаны его непосредственными учениками, самый известный является намтар, который написан Пагмуджупой Дурджегялпо. Это одна из самых достоверных биографий Гампопы. И также есть биография Дюсюм Кемпы, которая представляет собой вопросы и ответы. А также есть другая, написанная Джанчюм Муджупом. Есть и также биография, которая была написана Баромпой. И эти биографии — это то, на что мы обычно опираемся, исследуя биографию Гампопы. То, что мы изучаем, и изучение этих биографий очень важно. Говоря о Гампопе, Гампопа родился, Как написано в молитве обращений к Гампопе, которая была написана Пагмуджупой. Самолук, то есть это был год овцы, земляной овцы, земле овцы. То есть это XI век, в XI веке по западному исчислению в 1079 году в месте, которое называется Нил, в настоящее время, это Минзи Цзон, это местность, относящаяся к Минзи Цзон. Он родился в этом местечке, которое ранее называлось Нил. И в детстве его звали Дхамача. Его имя в детстве было, детское имя было Дхамача. В некоторых историях говорится, что его звали Дхамак Кяп, то есть существуют разные варианты его имени. И по всей видимости у него было, может быть, несколько различных имен в детстве. Затем, когда ему исполнилось 5 лет, он начал изучать чтение, письмо. Затем, в возрасте 7 лет, его родственники, которые были врачами, старший из родственников, он начал учиться у них в врачевании, в тибетской медицине. И что нам надо знать об этом периоде его жизни, о том, что Дхамак Кяп, его имя, которое известно всем, Дхамак Кяп, Дхамак Кяп и Гамбопа. У него были и другие имена, помимо этих. И первое из этих имен это Дхол Хател. Хадзе, это значит владыка богов. Однако же, другое значение этого слова врач, или на английском доктор. То есть это было уважительное обращение к врачу, Хадзе, то есть доктор или врач. И на моей родине, даже в наше время, к врачам обращаются Хадзе. Никто не называет их доктором или врачом, к ним обращаются посредством этого титула или обращения Хадзе. И нет никакой другой традиции. Мы поступаем именно так, даже сейчас. И также существует история о том, как он был предсказан Буддой, и говорится, что Будда сказал, что в одно время появится Пхикшу, которого будут звать Цуче. И учителя говорят о том, что под этим именем Гелон Цуче или Пхикшу Цуче подразумевается Гамбопа. И поэтому это одно из важных его имен. Говоря вкратце, с малых лет он изучал врачевание, тибетскую медицину под руководством своего учителя, и говорится, что у него было 13 учителей, под руководством которых он изучал медицину. И затем он достиг совершенства и стал очень ученым, очень знающим врачевателем или врачом тибетской медицины. Более того, Тахпури Бачи у него был ученик, Мелабала, который был известным известным врачевателем и известным тибетским врачом и держателем этой линии преемственности от Гамбопа. Говорят, что он также написал комментарий на восьмичленный медицинский трактат, однако же этот трактат ныне недоступен, он был утерян. Однако есть другой текст, который называется Дагву Тунбум, и Дагву Тунбум является антологией, которая была составлена его учеником Ачеминаппа. И говорится, что в этой антологии содержатся тексты, написанные Дагву Дагву Римбачи, разные устные наставления относительно врачевания и прочее. И Дагву Тунбум это один из известнейших тибетских текстов. До того, как появилось четыре медицинские тантры, это был один из известнейших медицинских текстов, и поэтому он также рассматривался как важный текст для изучения изучения тибетской медицины. И он также ввел несколько нововведений относительно тибетских лекарств, лекарств для желудка и прочее, которые называются восьмидапу, чокгей и так далее. также другие лекарственные составы были составлены впервые Дагву Тунбачи, и так гласит традиция. Затем, когда появились четыре медицинские тантры, так называемые дюши, и это как бы основа тибетской медицины. Некоторые говорят, что это слово Будды, другие говорят, что это комментарии, третьи говорят, что это учение терма. Даже если мы называем это учение терма, терма была открыта Чавангунши Чен этим учителем, и говорят, что он открыл ее из-под колонны, которая стояла верхом на колонне по форме напоминающей сосуд, и говорят о том, что Дагву Тунбачи находится в линии преемственности этого учения. Поэтому он оставил после себя великолепное наследие в тибетской медицине. До того, как он стал монахом, он от Сангарлотсова, Барилотсова, и других учителей получил учение по Чакрасамваре и занимался ее практикой. По всей видимости, было много таких традиций. Затем, когда ему исполнилось 16 лет, его родители настояли на том, чтобы он женился. Они очень настаивали на этом. И он женился на дочери Чим Чоксе, одного из тибетских известных людей. И он женился на ней и жил вместе с ней. Главной работой, которой он занимался в это время, в этот период времени, было врачевание больных. к нему приходили пациенты, которым он давал лекарства, а также иногда он занимался и земледелием. Пахал землю, и у него родилось двое детей, сын и дочь. И они жили как одна счастливая семья. однако в течение одного года случилась эпидемия случилась эпидемия и его дочь, которая была 8 лет, она умерла первой, извините, сын, которому было 8 лет, умер, затем умерла и трехлетняя дочь. И когда он отнес тело своей дочери на кладбище и возвращался обратно, его супруга тоже заболела и была близка к смерти. Однако она все еще не могла умереть, ее дыхание все не прекращалось и в то же время она не могла поправиться и она находилась в этом состоянии между жизнью и смертью. И тогда Дакборимбача подумал, наверное, она привязана ему к нему в своем уме, в своем сердце и тогда он сказал ей, что что ты не можешь оставить в этой жизни, что случилось, к чему ты так привязана? И когда он сказал, его супруга произнесла, что я не могу отпустить тебя, я не могу отпустить тебя из своего сердца и когда я умру, ты женишься на другой женщине и я очень волнуюсь об этом. И когда она сказала эти слова, Дакборимбача произнес, не беспокойся, «Я с самого начала хотел стать монахом, и даже если ты умрешь, у меня нет никаких других помыслов, кроме как стать отреченным монахом». И когда он произнес эти слова, она успокоилась, и ум приспользовался умиротворением, и когда она поняла, что он не будет жениться снова, когда он произнес слова клятвы, что я не буду жениться, а посвящу тебя учению, посвящу тебе практике дхармы, в этот момент она умерла. И после смерти все те богатства, которые остались, он преподнес их для накопления заслуг для умерших, а также сделал ца-ца, глиняные фигурки из глины с прахом умерших родственников и поместил в ступу, который называется Чумбу Дунбум. И говорят, что эти ца-ца, эти фигурки все еще хранятся в этой местности. Затем от монаха традиции Гадан, которого звали Гунду Пасы, он познакомился с ним и стал его другом. И они вместе с этим монахом Гунду отправились в местечко, которое известно как Дагпо. И в Дагпо проживал Геше, которого звали Марию Луденширап, бывший известным ученым и бодхисаттвой. И он стал его наставником. И в возрасте 26 лет Дагпо Римбача Гамбопа и это случилось в 1103 году. И он получил за одну сессию получил обеты как послушника, так и полные обеты монаха. Тибетской традиции, когда мы становимся монахом или монахиней, это является своего рода началом новой жизни. и поэтому прежнее мирское имя оставляется и учитель или наставник, который дает монашеские обеты, он дает новое имя. И в соответствии с этой традицией его также после принятия монашеских обетов назвали новым именем. И учитель дал ему имя Сынам Ринчен. И тогда этот друг Гом Тэн сказал Гамбобе, что у наставника Бодхисаттвы есть наставление по медитации от Миларепы. Вы попросите их, пожалуйста, у наставника Бодхисаттвы, а затем передадите их мне. Затем Гамбобе сказал, что выслышав эти наставления, у него появилась медитация. И когда он сказал таким образом, он объяснил, как у него возникла медитация, медитативное сосредоточение. И этот товарищ Гом Тэн, у него появился большой интерес к медитации. И этот друг Гамбобе Гом Тэн сказал, что я тоже займусь медитацией. Я тоже буду заниматься медитацией. И если у меня не появится эта медитация, если я не смогу достичь этого состояния медитативного сосредоточения, то я умру здесь прямо на своем сиденье. медитации. И затем он получил по всей видимости наставление по медитации от Гамбоба и сам также начал заниматься медитацией и достиг переживания установления ума в медитативном сосредоточении. И когда возникло это особое переживание, он очень обрадовался и он сказал, что мое сансарическое бытие истощилось прямо здесь на этом собственном месте, сказал он. И затем он написал об этом письмо. И об этом есть такая история. Затем и в это время владыка владыка Гамбоба стал заниматься медитацией и его медитация все больше и больше прогрессировала, становилась все лучше и лучше. И он мог медитировать столько, сколько хотел, не прерываясь. И пять, и шесть, и семь дней. В течение этого времени он мог находиться в медитативном сосредоточении, погружении и даже не помнил, о необходимости принимать пищу и так далее. Непрерывно он мог по пять, по шесть или даже по семь дней находиться в медитативном сосредоточении, испытывая блаженство медитативного сосредоточения. И будучи сосредоточен на этом блаженстве медитативного погружения, он даже не принимал пищу. И в это время омрачения не проявлялись в нем. Они были, так сказать, подавлены его медитативным сосредоточением. И в этот момент он испытывал только блаженства от медитативного сосредоточения и не испытывал блаженства или приятных ощущений от внешних объектов. И однажды Гамбопа решил проверить, сколько я могу медитировать таким образом. И он смог медитировать в течение 13 дней, не прерывая свою медитацию. И затем, когда ему исполнилось 28 лет, он подумал, что я научился хорошо медитировать, у меня очень хорошая медитация, исключительно хорошая медитация. И я слышал, что в традиции Кадам существуют высокие практики Дияни Батисатви. Он решил отправиться для того, чтобы заняться этими практиками. И он отправился в Центральный Тибет. Ныне это местечко называется Пемболь Хунжубцом. Пембо — это название местности, как я уже говорил. Пембо — это своего рода источник учения Кадам. Все великие учителя Кадам, традиции Кадам, они по-сейдности рождались в этом местечке Пембо. И Гамбопа решил отправиться туда, в эту область Пембо, в Центральном Тибете. И он отправился к Нюгрумпе, известному кадампинскому учителю. Он один из трех великих братьев Кадам. И, если не ошибаюсь, он был учеником Ченлава. Его звали Цунджу Марс. И так как он жил в местечке, которое называлось Нюгрум, его называли Нюгрумба. Человек из Нюгрума. Нюгрумпец, так сказать. И от него он выслушал учения по Ламриму Кадам, а также учения относительно Бодхичитты. И получив эти наставления с того момента, почти что всю свою жизнь, он говорил, что «я никогда не разлучался с Бодхичиттой с того самого момента». Таким образом, он уделял огромное внимание Бодхичитте, устремлению к достижению полного пробуждения на благо всех живых существ. Всю свою жизнь он посвятил этой практике. Затем он отправился к ученику Чакриве, который был учеником другого Геше, Кянтампе. И он получил очень много учений по тайной мантре от этого учителя. В особенности он получил учения по Чакрасаваре. И по Махакалу от этого учителя. И в ночь, когда он получил эти учения, он видел во сне Махакалу. И вследствие того, что он видел хорошие сны, учитель также видел хорошие сны. И он сказал, что «когда я давал тебе посвящение, я видел очень хорошие сны, что мои недобродетели очищаются, я видел знаки и знамения очищения и недобродетели. И поэтому это значит, что вы, будучи моим учеником, по своему постижению превосходите меня». И в это время Лангтампе был учеником Потобе, великого учителя Потобе. Их назвали Ланшарни Дабнамни, двое, Лангри Тампа и Шарава. Это два главных ученика Потобе. И из этих двух Лангри Тампа, это тот, кто написал тренировку ума, которая называется «Тренировка ума в восьми строфах». Это автор этого известнейшего сочинения, которое мы практикуем, практика, которой мы занимаемся. И он главным образом занимался практикой бодхичитты. И поэтому, когда он все еще был жив, рядом с этим монастырем Лангтам, в котором он проживал, даже птицы, а также другие животные, все они не причиняли друг друга вреда. И после того, как Лангтамба, Лангри Тампа ушел из жизни, в тот самый день из другой местности пришла старуха. И эта старуха, как только зашла в монастырь, она сказала, сегодня, наверное, умер этот великий учитель Лангтамба. Она не знала это точно, она лишь только вошла в этот монастырь, и все подумали, что он и в самом деле умер, потому что по пути они видели, что как животные поедают других животных. И все подумали, что, наверное, Лангтамба, Лангри Тампа, наверное, умер. То есть он был настолько великим патхисаттвом, что с ним происходили такие события, такие явления. И Гяча Рива, учитель Гамбопы, был учеником этого Лангри Тамбы. Я думаю, наверное, расскажу его историю не сегодня, а завтра. И Гяча Гри Ва, он был, он был одним из десяти учеников Лангри Пы, и есть очень интересная история о нем, я расскажу ее завтра. И в течение нескольких лет Гамбопа получал учения в этом Кандампинском монастыре, получая устные наставления. Он жил со многими людьми, и по этой причине его прежняя медитация, которая была так хороша, начала деградировать и становиться все хуже и хуже. И, его медитация не только не улучшалась, но стала еще хуже, и он из-за этого очень опечалился. И когда он был опечален, он подумал, что из ста гише, ста ученых, и говорится, что он получил эти учения от Гя-йон-драга. И он получил наставление о медитации от этого учителя, и затем стал воплощать их в практике. И когда он медитировал, опираясь на эти наставления, его медитация восстановилась, его медитация снова стала улучшаться. И в это время он медитировал главным образом на непостоянстве и других объектов, которые объясняются в Ламриме, в стадиях пути, ведущих к пробуждению. И вследствие этого его ум преисполнился отречением и печали из-за пребывания в сансарическом бытии. И он опирался на многих духовных наставников и занимался практикой. И он думал о том, что самым главным в практике буддизма, практике учения Будды является практика медитации, уединения. И он отправился на родину и идя по дороге домой, он встретил Гешель Джева. И он получил от него цикл учений белой тары, которая берет свои истоки от Атиши. И когда он занимался и таким образом эта традиция цикла учений белой тары берет свое начало от этого Гешель. Затем он добрался до своей родины и когда он приехал к себе домой и на месте, где стоял дом его предков, он построил место для ретрита, для уединения, уединения, ретритный домик. И когда он находился в этом домике, в нем снова появились переживания ясности, пустоты и неконцептуальности, которые ослабли в нем прежде, они снова восстановились и стали как прежде. Его медитация стала снова улучшаться. И он стал видеть сны, в которых он видел знаки того, что обретение десяти пхуми, о которых говорится в сутре, десяти пхуми и так далее, даша пхуми, сутрах и так далее. И он подумал, почему же я вижу эти сны? Какова причина? Может быть, из-за того, что мой ум запутан или демоны наводят на меня морок? Отчего происходят эти знаки во снах? И когда он размышлял таким образом, он видел все эти признаки достижения во сне, признаки достижения десяти пхуми. И тут возникает очень важный вопрос. Он опирался на многих учителей, когда же он стал учеником Миларепы, когда он сделал Миларепы своему учителю, каким образом тот дал ему учение. И очень важно знать, как это произошло, эту историю. И если у вас возник такой вопрос, Гампопа издавна прошло, Гампопа прибыл на свою родину, занимался практикой в течение долгого времени, и однажды рядом с местом, где он занимался практикой, была ограда, и там было место, где он гулял. И там он увидел трёх нищих И эти нищие убивали шеи Ловили друг друга в шеи и убивали их И жаловались на свою жизнь И из этих трёх первые нищие Он говорил следующее И у нас нет никакой заслуги У нас трёх нет никакой заслуги, иначе У нас была бы и цампа, и суп И ничего другого нам бы и не нужно было Однако у нас нет этого Второй сказал А это всё не имеет никакого смысла Это всё не имеет никакой сути Лучше бы, если бы у нас Если бы у нас было бы богатство Богатство Мадага Цидэ, царя западного Тибета И тогда третий нищий сказал, что Что удивительно в его богатстве Богатстве этого царя И он умрёт однажды Лучше этого Если бы мы встретились с Миларепой И Миларепа Ему не нужно надевать одежду Пищу ему приносят Дакини И он не боится Смерти и следующего рождения И если бы я смог стать как Миларепа Я бы был в самом деле счастлив И когда он услышал Гамбоп услышал эти истории Этот разговор трёх нищих Он услышал, как они обсуждают Миларепу И в этот момент Волоски на его теле стали дыбом Из его глаз потекли слёзы И он подумал Что я обязательно должен встретиться с Миларепой И в нём появилось это страстное желание Это стремление встретиться с Миларепой Увидеть Миларепу И тогда он отправился к этим нищим И он спросил их Где же проживает этот великий Махаситха О котором вы говорили Как можно с ним встретиться И когда он спросил этих нищих Один из них ответил Миларепа Живёт у подножия Гиры Чиннянам Местечко, которое называется Чиннянам И тогда Гамбо попросил Попрошу вас Отведите меня в это местечко К Миларепе И тут нищие сказали Что ты слишком молод И мы не успеем за тобой Мы не поспеем Если будем идти вместе Поэтому ты иди лучше один Отправляйся в Лото Местечко Лото И там поспрашивай Где он проживает И он очень известен в этой местности И поэтому ты спросишь людей И они тебе укажут Место, где он проживает И когда они сказали таким образом Гамбо был очень рад И обрадовавшись Он дал им большое количество еды А также много подарков И на следующий день На завтра он снова встретился С этими нищими Он думал о том Что он встретится На завтра с ними И поговорит снова Но они исчезли Он не знал Куда они исчезли Куда они отправились И тогда Гамбо Подумал Что эти три нищих Наверное Проявления Магические проявления Миларепы Или его посланцы Наверное Это были не просто Обычные люди И по всей видимости Эти события Произошли таким образом И вот таким образом Главным причиной Для встречи Гамбо и Миларепы Послужили эти три нищие Разговоры этих трех нищих И на следующий день Я расскажу о том Как Миларепа Встретился с Гампопой Как Гампопа Занимался практикой И достиг постижения Постижения Таковости Истинной таковости Всех явлений Или того Каким образом На самом деле Пребывают все явления О том Как он давал учения Своим ученикам Как он ушел Из этой жизни И так далее Обо всех этих событиях Я расскажу завтра И так как у нас Не очень много времени Сегодня И вчера я устал Однако же упорствовал И поэтому я думаю Может быть Лучше давайте Не будем перенапрягаться И сегодня Остановимся здесь И произнесем молитвы Завершающие молитвы Которые мы обычно Произносим после учений Благодаря этой зазлуге Пусть все существа Достигнут состояния Всеведения И победят врага Ошибки и заблуждения Пусть все они Будут вызволены Из бушующих Волн рождения Страсти и болезней И смерти Этого океана Самсары Учение Будды Основа Из которой Возникает Все великолепие Самсары Как самсары Так и умиротворение Нирваны Да пусть Прибудет оно Долго Пусть все святые Хранящие Это учение Будут украшены Процветанием И пусть их стопы Прочно прибудут В этом мире Кармапа Воплощение Сотрадания Всех Победоносных Кармапа Единство Деяния Всех Победоносных Кармапа Наследник Наделенный Властью Всеми Победоносными Орген Джудул Чинли Пусть Твои стопы Прочно Пребывают В этом мире Пусть Звук Великого Барабана Дхармы Положит Конец Страданиям Живых Существ Пусть Вы Пребываете И учите Дхарме В течении Бесчетных Миллионов Эонов И на этом Мы сегодня Здесь остановимся Большое Спасибо Спасибо